Слонёнок В древние времена, о радость моя, у слона не было хобота. У него был лишь оттопыренный нос размером с большой ботинок, которым слон мог вертеть из стороны в сторону, но взять не мог ему ничего. И был там один слон, вернее слонёнок, который был таким любопытным, что всем и каждому он задавал кучу вопросов. Жил он в Африке, и вся Африка устала от его ненасытного любопытства. Он спрашивал свою высокую тётю Страусиху, почему у неё перья на хвосте растут именно так, а не иначе. А в ответ она шлёпала его своей жёсткой когтистой лапой. Он спрашивал своего длинного дядю-жирафа, почему его шкура вся в пятнах. А в ответ дядя-жираф шлёпал его своим твёрдым-притвёрдым копытом. Он спрашивал свою толстую тётю-бегемотиху, почему у неё красные глаза. А в ответ она шлёпала его своим широким мокрым копытом. Он спрашивал своего мохнатого дядю-бабуина, почему у арбузов именно такой вкус. А в ответ дядя-бабуин шлёпал его своей мохнатой лапой. Но слонёнка всё равно так и распирала от любопытства. Он задавал вопросы обо всём, что только видел и слышал и пробовал и нюхал, а в ответ получал одни шлепки. Но любопытство его было непоколебимым. И вот однажды в одно чудесное утро этот любопытный слонёнок задал новый чудесный вопрос, который он ещё никогда не задавал. — А что ест на обед крокодил? Все вокруг ужасно рассердились, стали громко шептать ему — Тише, тише! А потом ещё долго-долго шлёпали его. А когда шлепки закончились, слонёнок пошёл к птице-колоколу, которая сидела в терновнике, и сказал ей. — Мой отец отшлёпал меня, и моя мама отшлёпала меня, и все мои дяди и тёти тоже отшлёпали меня за моё неугомонное любопытство. Но я всё равно хочу знать, что ест на обед крокодил. И тогда птица-колокола прокричала ему. — Ступай к великой серо-зелёной реке Лимпопо, поросшей огромными древними деревьями, там ты сможешь всё узнать! На следующее утро этот очень любопытный слонёнок, взяв сто футов бананов, сто футов сахарного тростника и семнадцать арбузов, сказал своей дорогой семье. — До свиданья, я иду к великой серо-зелёной реке Лимпопо, чтобы узнать, что же ест на обед крокодил. Родственники снова отшлёпали слонёнка, желая ему удачи, хотя он очень вежливо просил их не делать этого. И, наконец, слегка отшлёпанный слонёнок пустился в путь. По дороге он ел арбузы, а корки оставались на земле, потому что ему нечем было их поднимать. Шёл и шёл слонёнок, и, наконец, вышел на берег великой серо-зелёной реки Лимпопо, поросшей огромными древними деревьями. Всё было так, как сказала птица колоколом. — А надо б на тебе сказать, о радость моя, что до той самой недели и дня, и часа, и минуты этот очень любопытный слонёнок никогда не видел крокодила и даже не знал, на что он похож. Поэтому его любопытство было просто огромным. Первым, кого он встретил, был пятнистый питон, обвившийся вокруг скалы. — Простите, — вежливо обратился к питону слонёнок, — вы случайно не видели крокодила в этих краях? — Не видел ли я крокодила? — прошипел питон, и в его голосе послышалось пренебрежение. — Интересно, о чём ты спросишь меня ещё? — Простите, — снова сказал слонёнок. — Но не могли бы вы любезно сказать мне, что он ест на обед? В ту же секунду питон развернулся и стал шлёпать слонёнка своим толстым чешуйчатым хвостом. — Странно, странно, — подумал слонёнок, — мой отец, моя мама и все мои дяди и тёти шлёпали меня за моё любопытство. Наверное, и сейчас мне досталось из-за него же. Слонёнок очень вежливо попрощался с питоном, помог ему снова обвиться вокруг скалы и двинулся дальше. Слегка отшлёпанный, но ничуть не удивлённый. По дороге он ел арбузы, вышвыривая корки, и ему нечем было их подбирать. Неожиданно у самого берега слонёнок наткнулся на что-то, что он принял за бревно. На самом деле это был крокодил. И, о радость моя, крокодил подмигнул слонёнку одним глазом, вот так. — Простите, — вежливо сказал слонёнок, — вы случайно не видели крокодила в этих краях? Тогда крокодил подмигнул другим глазом и поднял из ила половину своего хвоста. Слонёнок сделал шаг назад, потому что не хотел, чтобы его снова отшлёпали. — Подойди поближе, малыш, — ответил крокодил. — Почему ты спрашиваешь меня об этом? — Простите, — вежливо сказал слонёнок, — но мой отец шлёпал меня, моя мама шлёпала меня, и все мои дяди и тёти тоже шлёпали меня, не говоря уже о пятнистом питоне, который отшлёпал меня своим хвостом больнее, чем любой из них. Может быть, вам это совершенно всё равно, но я не хочу, чтобы меня отшлёпали и не подойду. — Подойди поближе, малыш, — сказал крокодил, — потому что я и есть крокодил. И он заплакал крокодиловыми слезами, чтобы доказать, что это сущая правда. У слонёнка от радости даже перехватило дыхание. Он встал на коленки и произнёс, — Вот тот, кого я искал все эти долгие дни! Не могли бы вы мне сказать, что вы едите на обед? — Подойди поближе, малыш, — сказал крокодил, — я шепну тебе на ушко. Слонёнок подошёл к крокодилу поближе, и когда его голова оказалась рядом с зубастой крокодильей и пастью, крокодил тут же схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, дня, часа и минуты был не больше, чем ботинок, хотя и гораздо полезнее. — Я думаю, — прорычал крокодил, не разжимая зубов, — я думаю, что сегодня, швой обед, я начну шашу, лонёнка! — Пустите! — растердился слонёнок. — Вы делаете мне больно! — Тогда пятнистый питон прошипел со своей скалы. — Мой юный друг, если ты немедленно и прямо сейчас не начнёшь вытягивать свой нос из пасти этого кожаного бревна — он имел в виду крокодила, — то знакомство с ним закончится для тебя очень плохо. Тогда слонёнок присел на корточке и стал тянуть и тянуть и тянуть свой нос, и потихоньку нос его стал растягиваться и растягиваться, а крокодил крутился и барахтался, поднимая в воде белую пену. И он тоже тянул и тянул и тянул на себя нос слонёнка. А нос слонёнка растягивался всё больше и больше. Слонёнок упирался всеми своими четырьмя ножками и тянул и тянул и тянул, и крокодил всё тянул и тянул, работая своим хвостом, как веслом. И нос у слонёнка всё вытягивался и вытягивался, и как же ему было больно, ужасно больно. Вдруг слонёнок почувствовал, что его ноги скользят, и тогда он произнёс через нос, который был уже длиной почти пять футов. — Дь-дь-дь-дь!!! — И тут пятнистый Петон слез со скалы и обвился двойной петлёй вокруг задних ног слонёнка. — Безрассудный и неопытный путешественник, — прошипел питон. — Теперь мы должны тянуть изо всех сил, потому что, если мы не сделаем этого, то эта ящерица в броне — он имел в виду крокодила, — радость моя, — испортит тебе всю твою дальнейшую судьбу. — Я так мыслю. Именно так выражают свои мысли все пятнистые питоны. И пятнистый питон стал тянуть слоненка за задние ноги, и слоненок тянул свой нос из пасти крокодила, и крокодил тянул слоненка за нос. Все-таки слоненок с питоном оказались сильнее крокодила, и в конце концов крокодил отпустил нос слоненка с таким чепоком, что его было слышно по всей реке лимпопо. От неожиданности слоненок упал на спину, но он был достаточно вежлив, чтобы сказать пятнистому питону спасибо. Затем он стал лечить свой большой, вытянувшийся нос. Он обернул его прохладными листьями банана и окунул остывать в сиро-зеленые воды лимпопо. — Что ты делаешь? — спросил пятнистый питон. — Простите, — сказал слоненок, — но вы видите, как растянулся мой нос. Я жду, когда он снова станет таким, как прежде. — Тогда тебе придется долго ждать, — ухмыльнулся пятнистый питон. — Удивительно, как некоторые не понимают своей выгоды. Три дня подряд просидел слоненок на берегу, ожидая, что его нос начнет укорачиваться. Но нос ничуть не уменьшился, а лишь перестал болеть. Вот так, о радость моя, крокодил вытянул слоненку настоящий хобот, такой же, как сейчас есть у всех слонов. Вечером третьего дня на слоненка села муха и ужалила его в плечо. Сам еще не понимая, что он делает, слоненок поднял свой хобот и прихлопнул муху. — Вот и первая выгода, — улыбнулся пятнистый питон, — ты не смог бы сделать этого своим старым носом. — А теперь попробуй поесть немного. Сам еще не понимая, что он делает, слоненок сорвал своим хоботом большой пучок травы, выбил из него землю на свои передние ноги и отправил в рот. — Вот и вторая выгода, — снова улыбнулся пятнистый питон. — Ты не смог бы сделать это своим старым носом. — Но не кажется ли тебе, что сегодня слишком палит солнце? — Да, — согласился слоненок, — припекает. И сам еще не понимая, что он делает, слоненок набрал в свой хобот тины и грязи из прибрежных вод лимпопо и вылил это на свою голову, сделав себе грязевую панамку от солнца. Вот и третья выгода, — пятнистый питон опять хитро улыбнулся. — Ты не смог бы сделать этого своим старым носом. — Ну а что ты думаешь о шлепках? — Простите, — сказал слоненок, — но я не хотел бы, чтобы меня отшлепали. — А как насчет того, чтобы самому кого-нибудь отшлепать? — спросил пятнистый питон. — Пожалуй, это было бы неплохо, — радостно ответил слоненок. — Вот тогда ты узнаешь, как полезен твой новый нос для того, чтобы кое-кого отшлепать как следует. — Огромное спасибо, — воскликнул слоненок, — я не забуду об этом. А теперь я отправлюсь домой, чтобы испробовать свой новый нос на моей дорогой семье. И слоненок пошел домой, поигрывая своим хоботом. Когда он хотел поесть фруктов, он срывал плоды прямо с дерева, а не ждал, как прежде, пока они упадут. Когда ему хотелось травы, он рвал ее прямо из земли, а не становился на колени, как делал раньше. Когда его донимали мухи, он срывал хоботом ветку и обмахивался ею, отгоняя мух. Когда припекало солнце, он делал себе грязевую, прохладную панамку. А когда ему становилось одиноко и скучно, он начинал трубить через свой хобот. И трубил громче, чем несколько духовых оркестров. А еще слоненок хотел встретить какого-нибудь толстокожего бегемота и отшлепать его хорошенько, чтобы убедиться, что пятнистый питон был прав, говоря о пользе хобота. И на обратном пути слоненок подбирал хоботом корки от арбузов, которые он бросал во время своего путешествия к Лимпопо, ибо он был очень аккуратным. И вот однажды, поздним вечером, слоненок наконец вернулся к своим родственникам. Он свернул свой хобот в кольцо и сказал всем — Здравствуйте! Родственники очень обрадовались и закричали. — Иди-ка, иди-ка к нам! Мы как следует отшлепаем тебя за твое неуместное любопытство! — Ох! — рассмеялся слоненок. — Мне кажется, вы совсем не умеете шлепить. А вот я умею. И сейчас это всем покажу! Слоненок развернул свой хобот и так отшлепал двух своих родных братьев, что они к кубарям полетели по земле. — Ты с ума сошел? — захныкали братья. — Но где ты научился этому? — И что стало с твоим носом? — Я получил свой новый нос от крокодила на берегу великой серо-зеленой реки Лимпопоа, — ответил слоненок. Я спросил его, что он есть на обед, и крокодил дал мне этот нос. — Выглядит не очень-то красиво, — пробурчал мохнатый дядя бабуин. — Может и так, — ответил слоненок, — но зато очень полезно. Он схватил хоботом своего мохнатого дядю бабуина за его мохнатую лапу и зашвырнул в гнездо шершней. А потом слоненок стал шлепать других своих родственников. Он вырвал перья из хвоста высокой тети Страусихи. Он схватил за заднюю ногу своего длинного дядю жирафа и потащил его через колючий терновый кост. Он вдывал широкой тете бегемотихе пузыри в ухо, когда она спала в озере после обеда. Не обижал он только птицу колокола и никому не позволял этого делать. И тогда все его дорогие родственники один за другим отправились к берегу великой серо-зеленой реки Лимпопо искать крокодила, чтобы он дал им новые носы. А когда они вернулись, никто никого больше не шлепал. И с тех пор у радости моя, у всех слонов, которых ты увидишь, и у всех слонов, которых ты не увидишь, есть точно такой же хобот, как у слоненка с ненасытным любопытством. Шесть верных помощников есть у меня, они мне помогут всегда. Что, где, почему — это их имена, а также кто, как и когда. Я шлю их на сушу, на море порой, на юг и на север их шлю. А после работы даю им покой, ведь я их так сильно люблю. Но есть у меня один маленький друг, такой ягоза-сумосброд. Он верных помощников держит за слуг, и отдыха им не дают. И слуг у него словно в джунглях макак, он шлет их и в холод, и в тьму — три тысячи где, тридцать три что да как, и плюс миллион почему. европейский по-заму 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 по